Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора игры Township. Я буду делать обзор из нескольких кусочков, потому что вот сейчас я поднял уровень 29, и мне стал доступен порт. Соответственно, я кусочек запишу с портом, чтобы потом кто будет смотреть не пропустил, откуда он взялся и что в нём такое. Сколько себя помню, порт у нас был всегда, а кораблей в нём не было. Пожалуй, пришло время подлатать порт и купить настоящий корабль. Хорошо. Восстановление порта. После восстановления старого порта вы сможете вести торговлю с островами, а для ремонта порта нужно 8000 монет. Но после 14000 на железную дорогу в третью, 8000 это уже довольно-таки нормально получается. Получается, что ещё потом смогу оттуда получать что-то, да? Ну прикольно, ладно, отремонтирую, потом покажу, что там и как. А вот смотрите, друзья, я нашёл самую настоящую пещеру с сокровищами. Давайте соберем всё, что тут есть, прежде чем двигаться дальше. Это случилось на 111 уровне. Думаю, у всех так будет. Я не особенный такой, да? Во-первых, вот, привет, надеюсь тебе это поможет. Всего хорошего, мэр города Апса. Да. Бакс дальше. Монетки, монетки. Ух ты, золотой сундук, тут измрудик. Могло быть и больше. Ну, в общем, кучу монеток насыпали там, измрудик и бакс дали, да? Вот, как бы, такие сокровища получились. А вот и инновации. Лучшие умы города трудятся в Академии Промышленности. С их помощью вы можете сделать работу ваших фабрик более эффективной. А я что и думаю, не хватает постоянно там продукции, некоторые там и т.д. и т.п. Удерживайте, так, пекарня, улучшите фабрику и повысите ее характеристики. То есть, это не разово, это навсегда получается, да? Допустим, пекарня. Ну, к примеру, вот у меня есть и слитки. Выберите, какую из характеристик фабрики вы хотите увеличить. Получается, опыт, чтобы увеличивался наш, который уровень дает, да? А стоимость продукции, да? Потом, время производства, я так понимаю, меньше будет там или как. И больше полочек. Ну, из всего этого, как бы, самое, мне кажется, бесполезное, это опыт. Я и так не успеваю ничего строить. Постоянно, кажется, ну, много очень опыта капает. Новые фабрики открываются. Я еще старые не построил, не хватает денег. Поэтому, пока я могу только видеть, ну, либо монетки, либо опыт. Поэтому я выбираю, наверное, стоимость оплаты все-таки, да? Плюс 5%. Все изделия фабрики будут приносить на 5% больше монет при выполнении заказов. Отлично. Есть такое. Получается, для второго уровня. Ага, вот, получается, могу уже сделать что? Время производства всех изделий на фабрике будет на 5% меньше. Ну, в принципе, нормально, да? Ну, хотя дело в том, что фабрика, именно пекарня, особо так мне не важна. Я, наверное, все-таки пока буду, пока первый уровень везде увеличивать. Фабрика корма, допустим. Тоже, видите, либо время сокращается, либо больше полочек будет. Ясно. Молокозавод. Ага. Молокозавод можно, опять же, и золото, и опыт. То есть, в общем, в общем, в общем, главное, чтобы было побольше этих слитков. А куда их... О, кстати, третья линия поездов, вторая линия и так далее. А что дает линия поездов? Больше опыта приносит и меньшее время, которое они проводят в пути. Прикольно. В общем, вот такие у нас пироги или булочки. Каждый будет развивать эти навыки по своему, скажем так, ну, по своему пониманию и необходимости. Итак, друзья, первая моя регата, ну, моя, потому что я в первый раз в регате участвую, и наша, потому что сразу наше сообщество участвовало, подошло к концу, подошла регата к концу. И вот наши результаты, скромная наша награда. Точнее, это, получается, награды мои даже, да? Я смог открыть сам два сундука золотых, в них, как бы, вот оказались 4 бакса и два вот таких камушка. Кроме того, мы выполнили вместе, если то, 16 заданий. Ну, получается, нас уже в гонке там понятно, что еще. Кстати, какие-то вот эти звездочки, такого у нас пока ничего еще нет. Может быть, статистика какая-то. А, ну вот, видите, сколько кто заданий выполнил, и сколько кто сундуков собрал. Нас уже довольно-таки много в нашем сообществе, но дело в том, что большинство вступило уже после начала регаты, поэтому не участвовать не могли. А я надеюсь, в следующей регате все будет по-другому. А, так, здесь вроде как все понятно. Так, дальше. Я восстановил все-таки порт. Вот он. Уже восстановил давно, но не запускал работу, потому что не записывал. Итак, капитан Питер к вашим услугам. А как насчет небольшого морского путешествия? А давайте отправимся прямо сейчас. Ну, давайте. За ваш счет первый раз отправляемся. Путешествуя на кораблях в дальние страны, вы сможете приобрести экзотические товары. Нажмите на остров, чтобы посмотреть, какие товары на нем есть. А урожай на острове зависит от множества факторов, а впрочем, вы всегда можете посмотреть вероятность получения товара, нажав на него. Персик 100% вероятность, арбуз средняя вероятность, слива низкая. А все жители нашего селения отличаются удивительным трудолюбием. А как известно, каковы труды, таковы плоды. Ну, подготовить корабль 4 часа, да? При желании вы можете увеличить вероятность получения товаров с острова, отправив островитянам слиток. А ничего удивительного, ведь слитки из драгоценных металлов ценятся везде. Получается, вы можете получить шанс... В общем, сундука вообще никакой, да? Добавьте слиток, если хотите увеличить вероятность получения товаров. А любой, да, слиток? Или как? Видите, такой слиток повышает, а такой... О, видите, а такой вот слиток вообще там повышает их очень сильно. Ну, давайте отправлю. Пускай едет. А вот наш городок, да? А вот остров. Получается, дальше я смогу открывать другие острова. Интересно, корабли на каждый отдельно можно будет посылать? Или только на один? Посмотрите, сундуки разные тоже. Монетки вот. А каждый день в море такой сундук встречаю. Не забывайте открывать его, вас ждут новые сокровища. Круто. Так, что за лодки? Пока нам они недоступны. Ладно, всё понятно. Так, из нового что ещё у меня появилось? Ну, не то что нового, для меня нового. Это я построил, пока я опять перестанул понеделу. Вот такую штукенцию. Музей просто восхитительный. Правда, экспоната у нас пока нет. Но я уверен, что во время хаскопок в хахте или путешествий к далёким астхавам вы найдёте множество уникальных артефактов. Не хасдумывая, отправляйте их к нам. А вместе мы сможем наполнить музей. А я уже даже пару этих артефактов нашёл. Вот кусок, часть духового оркестра. И вот такого вот слона золотого, да? Получается, чем больше соберёшь этих коллекций, тем больше получишь баксов. А вокруг света это следующее, получится, путешествие. Но пока я ещё их не могу собирать. Вот такой у нас музей. Что ещё я там строю, не помню. Да, это Академия промышленности. Я тут кое-что уже по чуть-чуть улучшаю. Ну, ещё я строю такую штуку. Нет, это плавильня. Овцеферма ещё одна. Так, у меня, кстати, деньги появились, потому что я их набомбил, скажем так, с двойной платой. Специальные здания. Можно ещё корабль. Ух ты, увидели, можно корабль один и второй ещё делать, да? А монетный двор нужно 1650 человек. То есть монетки у меня есть, а населения нет. Население осталось немного чуть-чуть заработать. Ну, ладно, пока всё. Ну что ж, друзья, вот событие про краски и подошло к концу. А это значит, что скоро выйдет новое видео по игре Township. И смотрите, у вас в амбаре ещё остались эти шедевры, то есть товары. Готов купить всё, что есть на память об этом ярком празднике. А я безумно рад, потому что, смотрите, у меня освободится в амбаре лишнее место, для которого критически не хватает. Ну и, соответственно, вот 3000 монеток в подарок об этом событии. Спасибо. Так, я почему-то думал, что немного раньше, точнее позже закончится. Думал ещё там поиграть немного, ну ладно. Так, и закончилась регата, я так понимаю. Это была наша первая регата. Конечно, мы в ней выступили, скажем так, ну, на четвёрочку с минусом, пускай так будет. Девятое место, девятое место, девятое место. И 6882 очка среди, ну, получается, девятое место среди всех команд, которые были в нашей группе. Мы не смогли завоевать 5 сундуков, не хватило довольно-таки много до пятого. Ну, для первого раза, я считаю, неплохо, да. И мы перешли куда? Перешли куда-то. Регата окончена ваша награда, это моя лично, да. 1470 монеток и 10 чего-то там, не знаю, рейтинга, опыта там, какого-то престижа. Место Союза 9, участники 23. Дело в том, что не все из тех, кто вступили, могли участвовать. И вот такой бонус неплохой дали за участие, скажем так, да, ко всему прочему. На следующий, когда стартует? Следующая регата. Через 21 час. То есть, фактически, когда вы будете смотреть это видео, то, скорее всего, регата уже начнется. Можете успеть еще вступить в наш Союз, скажем так, да, и участвовать вместе с нами. Со временем тех, кто не участвует, я буду отчислять, потому что оно как бы на то, он и Союз, чтобы друг другу помогать. Ну, тех, кто на первом месте были, он, видите, 20, почти 2000 очков набрали. У нас же, кажется, около 7, то есть в 3 раза меньше, чем могло бы быть. Так, с этим разобрались. А дело в том, что за вот эти жетоны можно покупать либо какие-то редкие награды, да, либо вот я сейчас, думаю, буду копить на купон для улучшения поезда. Нужно 230, ну, вот этих рейтинга этого или чего-то там, очков каких-то специфициальных. Ну, за 2 или за 3 регаты можно набрать спокойно, да. Так, с этим разобрались. Теперь результат события. Поздравляем, вы заняли первое место в турнире и получили звание Первый Ракетчик. Как я и говорил, да, как я и обещал, я первое место здесь займу, потому что я люблю игры 3 в ряд, соответственно, как бы мне это было, ну, скажем так, не в напрях, в общем, интересно и так далее. Единственное, что, конечно, от меня не отставали другие игроки. Я думал почему-то, что борьба будет менее напряженная, да, всего лишь 200 очков, это там чуть больше 15%, там около 20, да, отставания от второго места. Ну и молоточки там, баксы эти и так далее, это, естественно, все прилагается. А следующее событие начнется через 10 дней, и, скорее всего, следующий обзор тоже будет где-то через 10 дней по поводу этого события. А из того, что нового у меня здесь появилось, ну, фактически ничего нового не появилось, я никак в порядке не наведу, но, честно, у меня нет времени сидеть целый день, кажется, передвигать все в городе, тем более так, как оно сейчас есть, я все это помню, а если, допустим, начну передвигать, потом буду путаться и забывать. Я построил монетный двор, думал, ну, все, буду богатый, буду деньги репести лопатой, да. Оказывается, здесь не все так просто. Вот, монетки можно делать, но их можно делать в обмен на слитки. А дело в том, что слитки, это вообще, как правильно говорят, да, на вес золота. За слитки лучше улучшать в лаборатории, вот, здания. Это гораздо эффективнее. А с монетками проблем особо нет, а вот именно со слитками проблемы, их нужно добывать в шахте, поэтому... Я вот не знаю, даже у меня пока слитки чуть есть. Я хотел улучшить, даже я пока не знаю, постоянно разных зданий, разных предметов не хватает, поэтому то хочется улучшить там закуски, то хочется ресторан улучшить, то там бумажную фабрику или еще что-то. Постоянно меняются приоритеты, скажем так. А вот каучуковая фабрика тоже. Но ее лучше не улучшать у меня... Кстати, да, она уже открылась, потому что у меня здесь всего три слота открыто. Ну, можно, в принципе, еще открыть. Ага, амбар переполнен. А у меня аж позабирали этот... Ммм... Предмет за задание. И сразу новые появились. В общем, ничего не понятно. Так что у меня здесь нужен тростник, пончики. Пончики должны были сделаться. Ага, они должны были сделаться. Два штуки в амбаре. Нужен сахар и яйца. И того у меня не было. Не хватает критически вот этих вот материалов для строительства зданий. Видите, то есть здания недостроены. Я деньги как бы потратил, их купил как бы, монетки вот. Вот, но не могу их достроить, потому что вот не хватает, ну, кирпича, там, плит. Как бы, в прошлый раз не хватало стекла, там, вот много уже почему-то этот раз. Там, все не сбалансировано. Поэтому не могу дальше развиваться. Вот вы присылаете подарки, спасибо вам за это. Я тоже, к сожалению, больше чем пять подарков не могу посылать. Поэтому вот, допустим, в нашем сообществе, там, сколько это, 20 чем-то человек уже. То есть я стараюсь как-то в разброс посылать, чтобы никому не было обидно. Допустим, вот, друзья, наш союз. Вот первым игрокам я посылал уже вчера. Допустим, так, ну, пускай будет вот в разброс. Я вот так через один посылаю. То есть стараюсь, я еще раз говорю, каждый раз скроется в разброс. Видите, все, больше чем пять нельзя, к сожалению. Так, это вот те, кто помогли тоже, как видите. А, ну да, можно здесь заходить и здесь подарки отсылать. Так, наше сообщество, как его глянуть более подробно. А, кстати, я уже открыл второй корабль. Видите, у меня теперь уже два корабля плавают на остров Фруктус. И можно открыть еще один остров. Остров Оливия. Как раз мне дали эти топорики, которых мне не хватало, да? Вот я теперь его беру и открываю. Он будет открываться у меня полтора дня. Как раз в следующем обзоре буду уже знать, что из него тягаю. Ну, а из этого, как бы, я уже вытащил вот эти персики, арбузики, сливки. Как бы, два корабля тягают, уже мне фруктов хватает. Которые можно перерабатывать в... 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 Вот здесь в джем. Надо еще один слот открыть. Вот. Получается... Четыре вида варенья у меня. Это клубничная, персиковая, арбузный джем. Ну, и слив всегда не хватает, потому что сливы самые редкие, да? Так, арбуз. Пускай еще... Делается. Все. Ну, как бы... Я даже не знаю. Вот в следующих обзорах, кажется, пока буду делать обзоры по событиям. То есть, обзор события, возможно, там какие-то новинки. В будущем, возможно, буду перестраивать город, уже делать обзор по перестройке города. Какое-то внимание уделять именно этому, ну, нашему сообществу, если оно будет развиваться. То есть, вы стараетесь друг другу помогать. Там кто-то вступает, кто-то присоединяется. Так что, если вы играете в эту игру и хотите к нам, пока еще места есть. А как присоединиться, это называется все... А, вот же я хотел сюда глянуть. Вот, просто союз. Статистика. Я поднял минимальный уровень до 25-го. О, уже 30 участников. Ого, смотрите. А я думал, что 23. Это 23, наверное, на регате были. А, изменить... А что изменить? Нам доступен новый аватар какой-то. Apple, типа, да, сделать. Ха-ха, прикольно. Давайте я сделаю новый аватар. Так. И цвет. А, это задний фон, типа. Какой же сделать? А, по-моему, без всяких вот этих вот палочек было красивее, да? Вот такой. А цвет можно менять, да? Ха, прикольно. Давайте я поменяю на... Жалко, что... А, вот красненький. Пускай будет такой. Все. Сохранить. Так. Ну, фактически тогда получается... После этой регаты нужно смотреть статистику. Допустим, вот на регате. На регате, на регате. Вот статистика, кто сколько выполнил заданий. Видите? Кто-то выполнил даже 87 заданий. Даже так можно. А некоторые не выполнили вообще ничего. Вот всякие. Торонто, Тверь. И так далее. Я вот не знаю. Они не выполняли это, потому что они вступили позже. А на регату, чем началась регата, или еще какие-то там были причины. То есть, после следующей регаты, все игроки, которые не участвовали, будут удалены. Соответственно, тогда появятся места. Ну, вот, в принципе, все, что я сегодня хотел сказать. Надеюсь, вам нравится эта игра и наш обзор. Если это так, то поддержите это видео своими лайками. Будет ваша поддержка. Будут чаще выходить видео по этой игре. Пока-пока. Новых встреч. Оставайтесь с нами.